Про это не принято говорить, но факт, за 58 лет полёта в космос было совершено несколько серьёзных преступлений. Кто их совершал, когда? Вот обо всём об этом мы сегодня будем говорить. В студии обозреватель Комсомольской правды, специальный космический корреспондент, член-то общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Как нам правильнее начать? По хронологии событий, по серьёзности или как? Вот сразу вы руководите. Нет, я могу сказать так, что когда я прочёл о том, что преступление, которое совершил на орбите американская сторона Энн Маклей, это было в 2018 году, официально зарегистрировано считается первым преступлением, совершённым в космосе. Ну, мы чуть-чуть сейчас подробнее про него расскажем. Я подумал, неужели, неужели, не может быть, за столько времени ничего не происходит. И ни одного, кроме вот этого. И я просто решил подумать, собрать свои мысли, собрать то, что я знаю, посоветоваться, поконсультироваться у космонавтов, у сотрудников Центра управления полётом наших. И составил собственный рейтинг вот таких вот преступлений. Поэтому вот можно сказать, что это первая такая вот попытка систематизировать некие нарушения закона, которые происходили и с российской стороны, и с американской стороны вот за эти годы, с 1961 года. Про Энн Маклей можно сказать, что история достаточно банальная. На неё подала в суд её бывшая, не знаю, жена-муж, потому что они вдвоём жили с офицером ВВС, Саммер Уоррен. Они даже были расписаны. За год до того, как они вступили в брак в 2014 году, у Саммер Уоррен родился сын. Так вот, Энн Маклейн улетела на орбиту, у неё была полгодовая командировка на Международную космическую станцию, она, в общем, достойно отработала её. Но Саммер Уоррен обратил внимание, что кто-то получил доступ к её банковскому счёту. Она обратилась в службу безопасности банка, и они вычислили по IP, что это компьютер, который находится в НАСА, а потом выяснилось, что это компьютер, который находится на Международной космической станции. То есть, разберёмся, две женщины, они в браке. Были. Были, да. Она улетела на орбиту. Они развелись перед полётом. Они развелись перед полётом, да. Это важно, да, мотивчик. А Эмми Энн Маклейн, она хотела усыновить вот этого сына, Сэмми Уоррен, она хотела стать ему зарегистрированной. Мамой-2, скажем так. Мамой-2, да. Мама-1, физическая мама, биологическая мама, она отказалась от этого, и, в общем, они поссорились, и это была одна из причин вот этого развода. И та, которая осталась на земле, смотрит, что кто-то... Кто-то залез в её банковский счёт. И она подала в суд и выяснила, что действительно это с борта станции зашла Энн Маклейн. Ну, мы можем сказать, что на международной космической станции сейчас работает компьютер, у них даже есть доступ в интернет, да. И совершенно, ну, легко через определённые шлюзы в НАСА выйти, и они смотрят новости, они смотрят какие-то вещи. Энн Маклейн говорит, что у неё был пароль от этого банковского счёта, и если бы её бывшая подруга отказалась от этого, она бы поменяла пароль. Но раз она не поменяла пароль, значит, она предполагала, что у неё будет доступ. И она говорит, что она зашла, она не делала никаких финансовых операций, она хотела посмотреть, есть ли деньги на счету для того, чтобы обеспечивать её любимого, но и неродного сына. Так, понятно. Ну, это такая мелочёвка финансовая. Это мелочёвка финансовая, если бы это не происходило на орбите, в космосе. И это не было бы зафиксировано как первое. И это было зафиксировано как первое космическое компьютерное преступление. Кибер такое, да. Я не знаю, чем оно закончилось, я знаю, что Энн Маклейн не посадили, не обсудили и так далее. Я думаю, что стороны пришли к некому соглашению, но действительно ничего такого трагического не произошло, кроме как вход в... Утечка данных это называется. Или утечка данных, или вход в чужой банковский аккаунт. И я, честно говоря, вспомнил историю, которая произошла уже не в космосе, а на Земле. Я не стал её классифицировать как космическое преступление, но тоже была очень громкая история, которая, на мой взгляд, показывает, что астронавты и космонавты, они тоже люди. В 2007 году Лиза Новак, в общем-то, достаточно известный астронавт, она летала на шаттле Discovery, получила известность как дама, которая в памперсах преодолела полторы тысячи километров для того, чтобы объяснить своей сопернице, тоже офицеру ВВС Колин Шипман, что нехорошо уводить мужчину. Она узнала, что её возлюбленного, тоже астронавта, у неё отбивает вот этот офицер ВВС. Ну, коллега, она всё-таки астронавт. А памперсы-то тут при чём? Чтобы не останавливаться. Она преодолела полторы тысячи миль практически через часть территории США без остановки. Она приехала, узнала, где находится-таки Колин Шипман, подкараулила её на парковке возле торгового центра и, в общем-то, очень горячо ей объяснила, что нельзя уводить чужого мужчину. Вот такая была история. Ну, это без рукоприкладства? Ты знаешь, вот самое интересное и по какому поводу, в общем-то, было возбуждено дело, в багажнике у астронавтки нашей лежал, что-то китопорик. А встретилась с Колин Шипман, она с газовым баллончиком в руке. А как же выяснили, что она в памперсах все эти полторы тысячи миль? Ну, потом же её схватили, арестовали, проверили. Ну, хорошо, но это, так сказать, ради улыбки. Ничего, улыбка, страсти такие, сломана жизнь и сломана карьера. Понятно, что Колин Шипман больше в космос не полетел после этой истории, но её и не посадили, надо отдать должное. Она принесла извинения искренние и, в общем-то, отделалась она годом условно и 50 часами общественных работ. Первая история, которую я вспомнил, уже в российской истории, российской или советской космонавтики, это история, которую я назвал дело о контрабанде. Это статья 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, вернее, тогда СССР. Эта история произошла в 1977 году на станции «Салют-6». На станции в 1977 году дежурили Юрий Романенко и Георгий Гречко. Они приняли первую в истории наших долговременных пилотируемых полётов грузовой корабль. И вот на этом корабле кто-то, до сих пор неизвестно кто, я думаю, что, может, известно, но никто не признаётся. Они обнаружили фляжечку, фляжечку с коньяком. До этого, для того, чтобы космонавты поддерживали какой-то тонус, был разработан напиток «Леутерокок». Там было немножко спиртного, применялся на орбите, энергетические такой нагрузки. На этот раз в этой фляжке от «Леутерокока» было полтора литра коньяка. Об этом, честно, рассказываю Георгий Гречко. История такая. Они его, конечно, начали пить понемножку. Не могу сказать, что там была большая алкогольная история. Ну, вот так вот потихонечку. Но мы же знаем, что происходит с жидкостью на орбите. Она превращается во взвесь. И чем больше они отпивали, тем больше там, значит, получалась взвесь такая. Они отпили половину, где-то половинку, а дальше достать жидкость не могут. Ни трубочкой, ни каким другим способом. Они спрятали эту фляжку, баклажку за обшивку станции, там панельки, которая отворачивается, может там спрятаться. Честно говоря, слово «преступление» иногда звучит громко по отношению, особенно, ну, к чужестранцам, когда вы рассказывали про американские какие-то такие незамысловатые личные штуки. Но вот остановились мы уже на контрабанде. Дело было в... В 1977-м как? В 1977-м, господи, 42 года назад, уже 43 практически. Салют-6, романинка и гречка получают контрабандой полтора литра конька. Впервые мы стоим. Да, и вот что значит, они выпили половину, всё остальное превращается в зверь. Весь это получается как осадок, мы правильно понимаем? Ну, нет, не осадок. Это получается такая жидкость, наполненная воздушными пузырьками. А, такой... Как милкшейк такой получается. Я бы даже сравнил это с мыльными пузырями. То есть это получается коньячные мыльные пузыри. Ну, это коньячные пузыри. Высосать с трубочкой или опрокинув флягу совершенно невозможно. И два космонавта, причём, какие имена, да, романинка и гречка, прячут это дело за обшивку остатки. Хорошо. Обшивку вообще можно там отпороть или как-то? Нет, там есть панели, они специально завинчены для того, чтобы там ничего не случилось. И они следующим экипажем, который за ними полетел, они сказали, ребята, мы вам там оставили заначку, мол, так хотели приколоться, мол, что они с ней будут. Да. Те полетели. Когда вернулись, когда уже официальный период прошёл и можно было коммуницировать, потому что сначала официальные отчёты есть, они сказали, гречка, ребят, следующие, которые полетели, это Ковалёнок Иванченко были такие, Ковалёнок военный, Иванченков Александров. Он инженер. Они сказали, ребята, мы вам так благодарны, мы ваш коньяк допили. Хорошо. Представляете, как они расстроились. Романинка и гречка, чтобы их не вышло. Они же им не оставляли так. А дело в инженерии, я вот точно... Абсолютно правильно. Да, догадала, да? Абсолютно правильно. Инженер. Они сказали, как? Ну, причём, гречка-то тоже, в общем, и учёный, и, в общем-то, такой человек, знающий. Говорят, физику надо было в школе учить. Чё они делали? Диаметр станции у нас 4 метра. Значит, один подлетал под потолок, один брал к губам, прислонял бутылочку, а второй в это время его бил по голове. Если тело летит вниз, то жидкость, которая находится в этой бутылке, летит куда? Вверх! И вот таким незамысловатым образом они, значит, бутылочку допили. Ну, я не понимаю. Впечатленное вредительство, конечно, потому что бил-то он не сильно, но главное, надо было получить ускорение вниз. То есть постоянно ударяют друг другу по голове, давая ускорение. Они такие делали по глоточку. О тостах говорили. Ну, тосты не знаю, но история такая была, зафиксирована. Потом, конечно же, запрет продолжался. Было время, когда Юрий Семёнов, руководитель НПО «Энергия», а потом РКК «Энергия», разрешил небольшие дозы спиртного на станции. Но это был достаточно небольшой период. Потом стали доставлять на орбиту вот эти напитки в таких пластиковых, ну, как в тюбиках, да? Можно было просто пластик завернуть и выпить. А некоторые умельцы, они делали так. Ещё в то время, когда был Советский Союз, и на борт поступали тубы с борщом, с гороховый суп некоторые любили. По просьбе некоторых товарищей, особо доверенные люди, перед полётом на земле открывали заднюю сторону этого туба, там, где она свёрнута, выливали содержимое и наливали туда совершенно другой напиток. Таким вот образом, небольшой запас питания, который был вместе с космонавтами, когда они летят на орбиту, ну, летели обычно после старта, нужно было догнать станцию, это почти двое суток, вот за это время можно было чуть-чуть отпраздновать уже совершившийся старт. Ну, хорошо, с алкоголем всё? Всё. Значит, были уже финансовые преступления, то есть преступления на личной почве, почве ревности, и, казалось бы, а при чём тут полёты? Да при том, что два офицера НАСА, и оба были отстранены потом от полётов, а теперь с алкоголем связаны. Ну, что же будет дальше? Что же будет дальше? Ну, вот дальше я фамилию человека, который задокументирован на преступление, называть не буду. Я назвал это дело номер три, хищение государственного или общественного имущества, совершенное путём присвоения или растраты, или путём злоупотребления служебным положением. Это я выписал название из Уголовного кодекса Российской Федерации. Я оговариваю всё время РСФСР, а не нынешнего Уголовного кодекса. История была такая, 1982 год, двое космонавтов на станции уже следующий, Салют-7, совершили рекордный полёт, было 211 суток, но один из космонавтов решил забрать с собой некое оборудование, которое было на станции. Оборудование не его личное, это оптика, фотографическая техника и тому подобное. На станции, естественно, были шикарные объективы и телевики, для того, чтобы можно было с станции снимать Землю с максимальным приближением. Дорогущие. Насколько я помню, фирмы Никон. Этот космонавт, никого не спрашивая, загрузил в спускаемый аппарат около 40 килограмм вот этой вот техники. Ну, понятно, что там, наверное, не так много было, потому что один телевик, он весит, я думаю, что килограмм 10. Странно, что никого не спрашивают. Если бы он спросил, никто бы ему не разрешил это делать. Нет, я понимаю, а просто-напросто этим не занимается один человек. Ты когда загружаешь, вот вы улетаете домой в космическом корабле, ты берёшь то, что ты считаешь нужным с собой. Есть оговоренные правила, сколько можно взять, потому что масса корабля, она влияет на тормозную путь и место посадки. То есть перетяжелённый корабль может улететь на несколько километров или десятков километров. Пару материков промахнуть. Ну, не пару, но промахнуться с места посадки можно было легко. То есть 30 килограмм — это много, это перетяжелено. Но вот, скажем, на орбиту космонавты имеют право взять полтора килограмма личных вещей. То есть это максимум. В общем, тогда руководил космическая корпорация «Энергия» Валентин Петрович Глушко. Когда он узнал об этом, он очень сильно ругался нехорошими словами и абсцентной лекцией тоже. Он говорит, какой ему герой Советского Союза, но я его посажу, я его упеку, он совершил уголовное преступление. Ну, действительно, преступление очень серьёзное, во-первых, по поводу безопасности, во-вторых, после него на станции тоже должны были работать люди, для того, чтобы туда отправить вот эту всю технику, тоже было затрачено достаточно много денег. Всё-таки 30 килограмм груза его сначала на орбиту подняли, и они нужны были для работы на станции следующих экипажей. Всё это выглядит нелепо, странно, ведь это тут же было обнаружено и тут же доложено, и понятно, что даже если бы ты хотел, ты бы не смог скрыться с этой техникой, потому что при приземлении тебя забирают, специально обученная бригада. То есть это всё как-то выглядит белыми нитками. Я думаю, что всё достаточно просто, потому что многие космонавты, они считают, ну, если уже второй полёт, а у этого космонавта был второй полёт, они считают себя уже свободными от некоторых норм. То есть ты слетал, ты уже герой, ты уже молодец, ты поставил рекорд. Ну, это мои личные вещи. Замяли историю, он получил награду, положенную ему. Ну что, друзья мои, а у меня для вас сюрприз, потому что уместить всё то, о чём хочет нам рассказать Александр Борисович в одну передачу данных, не представляется возможным. Поэтому мы посвящались и решили сделать вторую серию. Циклом не назовёшь, но второй серией точно. Итак, во второй серии передачи данных. Слушайте, кто же всё-таки на самом деле мог и, возможно, сделал это дыру на орбитальной космической станции? И будем мы рассказывать о том, как советские или российские космонавты превратились в прелешельцев. Александр Борисович рассказывает нам о противозаконных, как минимум, действиях на орбите, которые пока, вот по итогам, не привели ни к чему. Всё заминали, либо просто люди больше не летали в космос. Ну вот, следующая история, это то, что я бы назвал незаконное пересечение границ. Дело в том, что в начале 90-х, в 1995 году, если нужно точно, на станции, на станции Мир, в 1993 году началась программа Мир Шаттл, и в 1993 году мы стали летать на орбитальную станцию вместе с американцами, вернее, американцы стали летать на нашу орбитальную станцию, но они давали нам деньги, мы таким образом поддерживали наши пилотируемые программы. И вот на станцию прилетели на нашем Союзе трое космонавтов. Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и американец Норман Тагард. Они стартовали из Казахстана, работали на станции Мир, летели на Союзе ТМ-21, а вот возвращаться они должны были на американском шаттле «Атлантис». Тогда была такая история, когда прилетали и менялись экипажи и с помощью наших Союзов, и с помощью американских шаттлов. Потом, когда была уже авария, и шаттлы прекратили летать, вот до сих пор летают только наши корабли. Так вот, значит, Норман, Владимир и Геннадий погрузились в «Атлантис» и спокойно приземлились на земле Соединенных Штатов Америки. Норман Тагард, его отпустили в миграционные службы, а вот Стрекалова и Дежурова вынуждены были задержать. Мало того, у них в документах было написано «Alliance from Outer Space», то есть пришельцы из космоса. Это было официально зафиксировано в документах. Дело в том, что у них не было, никто не подумал о том, что им нужна виза, в общем-то, в Соединенных Штаты Америки. И они прилетели без документов. А миграционные службы их прям под белорученьки с шаттла встречали? Нет, их-то отпустили. Куда они должны были поехать по нормам, по правилам? В гостиницу отдыхать, в карантин? Куда? Они поехали, естественно, в центр Джонсона, в Хьюстон, для того, чтобы приводить себя в порядок и тому подобное. Но документов у них не было. И официально им выдали эту бумагу, потому что неизвестно, откуда они появились. Обычно, когда ты прилетаешь в Америку, ты должен сообщить, каким транспортом ты прибыл. Самолетом, поездом, в общем... Кораблем. Кораблем, да? Да. А здесь-то чем? Абсолютно не понятно. Шаттлом. Шаттлом из космоса. Вот написали вот такую вот историю. И визу они получили только в аэропорту Хьюстона, когда уже улетали обратно в Москву. Интересно. Вот такая вот была история. Но я, когда ее вычитал, узнал у наших сотрудников Центра подготовки космонавтов, что точно такая же история была и с американскими астронавтами, которые приземлились... Она была после или до? Она примерно в это же время была. Просто тогда, я думаю, реванш какой-то был. Реванш, не реванш. Ну, в общем, приземлились американские астронавты, которые летали на станцию Мир в казахской степи. И выяснилось, что тоже никто не озаботился, что нужна виза на пересечении границы. И виза в Казахстан, и виза в Россию, в общем-то, рабочая. И пока их, значит, эвакуировали, сейчас космонавты прилетают, и практически их сразу перевозят на аэродром, и они улетают, американцы улетают сразу же в Штаты, наши возвращаются в Чкаловское. Тогда некоторое время они находились на Байконуре в гостинице «Космонавты». И вот пока астронавты отдыхали, с их документами, один из офицеров Центра подготовки космонавтов поехал в консульство в Казахстане, в юридическую службу, и за 100 долларов получил для американцев виз. — Откуда вам сумма известна, Александр Борисович? — Вот люди рассказывают, я бы так сказал. Вот такая вот была история. — Общественный сайт «Роскосмос» — это интересное место получается. Нет, ну это любопытно. — Вполне возможно, что это были официальные деньги, которые нужно было внести за визу. — Я не спорю, но всё равно это всё настолько же щекотливо, насколько и любопытство вызывает, тем более у нас обыватели, потому что, чтобы там ни говорили обычные-необычные люди, мы к ним относимся до сих пор с глубочайшим уважением, и как к совершенно особенным людям, потому что побывать в космосе, хоть я анонсирую в 2020 году орбитальный туризм, но я вас умоляю, он не для всех. — Ну да, 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 да. — Хорошо, движемся дальше. — Движемся дальше. Дальше самое интересное, если мы уже говорим. Дальше — это история с отверстием, просверленным в 2018 году в корабле «Союз МС-09». Это самое удивительное, самое загадочное преступление, которое было совершено реально. Я его классифицировал по Уголовному кодексу уже России как умышленное повреждение чужого имущества. — Чужого уже, мы понимаем, вектор вашего расследования. — Да, во-первых, чужого. — Во-вторых, в любом случае чужого, потому что эта станция не принадлежит астронавтам и космонавтам, которые летают. — Тоже логично. Но, Александр Борисович, вы напомните нам, вот мы все про дыру помнят, о детали. Вообще мы не понимаем, как ее обнаружили, эту дыру. — Я все рассказываю. Значит, в ночь с 29 на 30 августа, когда астронавты спали, там было 6 человек, я их назову чуть позже, автоматика стала тревожно сообщать на Землю о том, что теряется давление на станции, то есть уходит в воздух. Сначала это было некритично, небольшая потеря воздуха, а вот утром, к утру уже, в принципе, достаточно серьезная вытечка была. Я вот напомню, в 1997 году была такая трагическая история, когда наш корабль «Прогресс» протаранил станцию «Мир», был поврежден модуль «Спектр», воздух достаточно быстро уходил, и у космонавтов, экипажа, который тогда находился, было всего 14 минут для того, чтобы загерметизировать этот модуль, либо надо было просто садиться в корабль, летать, и что было бы потом со станцией 140-тонной, неизвестно. Но вот они смогли, справились. То есть утечка воздуха от пробоина в корабле, как для орбитальной станции, так и для подводной лодки, это, в общем-то, штука критическая. Катастрофа. А то есть, получается, все, что находится внутри корабля, оно летит к этой дыре, присасывается? Нет, это не как в кино. Нет, это не как в кино, там это не такая дырища. Свич такой, через который, вот так вот, я бы сказал. И слышно. Слышно, вряд ли было слышно. Я сейчас расскажу, почему. Центр управления полетом говорит, ребята, подъем, надо искать, где течь. Течь искали таким образом, каждый модуль герметизировали, проверяли, откуда уходит воздух. Там было двое наших космонавтов, трое американцев и немец Александр Герст, опытный астронавт, космонавт и вообще большая умница, ученый, он и вулканолог, и микробиолог, и космонавт, и техник. Вот ему достался корабль «Союз». И он-то и обнаружил течь. Дело в том, что есть приборы, которые определяют течь, но оказалось, что дыра, она была в бытовом отсеке корабля МС-09, причем в том месте, где находится ассенизационное устройство. То есть туалет. А там устроено так, что на стенке приклеено кусочек материала, за который крепятся всякие нужные причиндалы для космонавтов. И, в общем, дырка была скрыта. Когда он догадался и отогнул, вот там обнаружилась дырка. Причем так диаметром 2 миллиметра, то есть достаточно много. А вот здесь очень интересно. Ведь стенка корабля, она не лист бумаги. Вы же сами говорили, обшивка, полость, потом, соответственно, уже внешняя стенка. Потом, когда стали разбираться, выяснилось интересную вещь. Корпус корабля, как и корпус орбитальной станции, это не бумага, но не на многим толще. Это сплав из алюминия специального. И вот толщина 2 миллиметра. 2. А на станции 3. И эта стеночка одна? Нет. Дальше потом корабль упакован в противометеоритную защиту и в экранно-вакуумную изоляцию. То есть сверху, как в капусте, на него надеты еще две такие оболочки. Но они не герметичные. Герметичная вот эта вот стенка толщиной всего 2 миллиметра. Прямо сейчас одно из самых свежих, потому что случилось оно в 2018 году. И самое загадочное, я добавлю. Да я бы сказала, самое опасное для жизни еще. И опасное, и загадочное. Да, это дыра Союз МС-09, как обнаружено... Простакованная к Международной космической станции. Да, обнаруженная в районе санузла. Да. В общем, как вы понимаете, Александр Герст, который обнаружил это отверстие, оказался первым подозреваемым. Как он отказал, догадался, как он увидел. Может быть, он знал, что под этой вот тряпочкой есть дырочка. Дальше, когда на Земле стали разбираться, выяснились очень странные вещи. Но, во-первых, конечно, Земля хотела бы и надеялась, что эту дырочку просверлили на Земле. Почему надеялась? А потому что тогда можно найти какого-нибудь стрелочника дядю Васю, который это сделал, и, значит, наказать его... То есть исключить космонавтов, которые были внутри корабля. Да, потому что космонавтов шестеро. Пришельцев-то не было, значит, кто-то из них мог взять дрель и сделать это. Вот, дрель, дрель. Значит, это что-то произошло с этим. А на орбите, получается, есть инструменты, электродрели, шуруповерты? На орбите есть все инструменты, включая дрели, дрели Макита. Да. До сих пор вот надеялись, что все-таки дырка просверлена на Земле. Но много раз перед отправкой в космос корабль проверяется. В частности, даже за два часа до полета, когда уже в нем сидят космонавты, происходит наддув, так называемый, и проверяется, есть ли герметичность. Вот два вопроса. То есть космонавты, во-первых, за два часа сидят? Они садятся в корабль за два часа до старта, да. Проверяются все системы, все, что нужно. А во-вторых, на какой день обнаружили свищу? Станция летает постоянно. Никакого дня полета там корабля. Корабль был пристыкован. Он уже давно был пристыкован. Есть такая версия, что эта дырочка была загерметизирована кем-то, и в какой-то момент под давлением герметик вылетел. Но эта версия не получила подтверждения, потому что следов постороннего герметика не было. Значит, скорее всего, эту дырку просверлили в районе 29 августа. То есть, когда в ночь 29 на 30, я повторю, обнаружили течь, значит, она появилась, видимо, в обозримое время до этого события. То есть, скорее всего, 28-29 августа. Снять отпечатки пальцев последнего, кто брал макиту в руки. Быстренько ее в мешок, как следователь. А как? Мы не можем потребовать макиту у американцев. Это американское имущество. Но меня вот что смущает. Если я совершаю преступление, я ведь и свою жизнь подвергаю опасности. Вот это и самое загадочное. Мало того, там загадочное еще вот что происходит. Я сказал уже, что толщина стенки космического корабля 2 миллиметра. Но дыра была просверлена в другом месте. Дело в том, что в бытовом отсеке приварены такие вот шпангоуты, такие П-образные уголочки, которые приварены к кораблю, потому что мы же не будете просверливать дырку в самом корпусе для того, чтобы что-то повесить или что-то прикрутить. Поэтому приварены шпангоуты. И к этим шпангоутам уже крепятся всякие необходимые оборудования. Ручки и так далее. Всякая всякая часть. Так вот, дырка просверлена была в шпангоуте, в том месте, в котором он был приварен к кораблю. То есть это 4 миллиметра уже, не 2. То есть если ты знаешь устройство корабля, ну, проще 2 миллиметра просверлить, чем 4. Дело в том, что если ты на Земле находишься, ты можешь упереться, да, потому что это место в районе туалета, там не так легко к стенке подобраться. А вот на орбите, в невесомости, ты закрепиться не можешь. И вот было обнаружено 8 следов, когда дрель съезжала, поцарапала корпус, но не удавалось зафиксироваться так, чтобы ее просверлить. То есть в невесомости были попытки. То есть, скорее всего, это было сделано в невесомости. Либо на Земле это мог сделать какой-то не очень опытный человек. Или не очень трезвый. Не очень опытного человека к кораблю, к сборке корабля, в режимном цеху никто не допустит никогда. Хорошо, мотивы тут есть какие-то? Мотивы абсолютно непонятные. Значит, сначала подозревали Герстон, да, потом подозревали командиром корабля. Тогда был Эндрю Фьюстелл, это американский астронавт, опытнейший астронавт, потому что он, он сказал, пока Центр управления полетами не разрешит, не скажет, что надо делать, мы оставляем дырку на месте. Значит, давайте вот получим распоряжение. Вот это американское правило такое, американское воспитание. Ну, а наши космонавты, Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, взяли герметик, который есть на станции, никого не спрашивая. Ну, дырка-то есть, воздух уходит, нехорошо. И заделали ее. Технологии такие есть. То есть, подозрения первым делом упали на немца, потом на американца, а потом? Потом много разговаривали о том, что на орбите находятся еще женщины. Ну, конечно, на кого мы можем подумать? На женщины. Правильно, женщины на корабле к беде. На станции была в это время Сирена Аунион Чеселор. Она, на самом деле, врач. Опытный тоже человек. Ну, я знаю, что в Звездном городке сразу же приговорили. Это баба. Особенно вот на той половине, где живут люди, а не готовятся космонавты. Это баба. Я почитал про нее. Она человек, который обладает не просто медицинскими знаниями, но военный врач и испытатель. Она, например, две недели находилась на подводной станции, погружались под воду, проводили исследования и тому подобное. То есть она человек очень... Серьезный. Серьезный, опытный и выдержанный. Но там была история, связанная с ней. Дело в том, что при очередном обследовании медицинском, как раз летом, обнаружили тромб у Сирены. И, конечно, эта история опасная. Для полета. Для полета и особенно для приземления, когда меняется давление и сила тяжести увеличивается. И вот это якобы могло послужить тому, что Сирина запаниковала. Она, зная, что бытовой отсек, если мы делаем в нем отверстие, это для спуска не критично, потому что космонавты находятся в спускаемом отсеке, он ниже находится в корабле, он герметичный, а бытовой отсек отстреливается. Поэтому, если дается команда, можно уходить даже на корабле с дыркой. Астронавты, космонавты на Союзе вернутся совершенно легко. Что она могла запаниковать, ну, такая была версия. С другой стороны, она врач, она понимала, наверное, я надеюсь, что если в таком состоянии она будет возвращаться, критично ее состояние здоровья. На самом деле была разработана медицинская тактика для того, чтобы ее вылечить. И вот буквально на прошлой неделе была опубликована статья в американском научном журнале о том, что впервые удалось справиться с тромбом, рассосать тромб на орбите. То есть то, что она осталась из-за вот этой дырки и разных, значит, историй, она летала на неделю дольше, чем должна была вернуться. Ее привели в порядок, состояние здоровья улучшилось, она совершенно спокойно вернулась на Землю. А чего она должна была паниковать? Я не знаю, никто не знает. Умру не умру на орбите, и поэтому решила корабль грохнуть. Это версия. Мы не знаем. С нашими космонавтами, которые вернулись, с ними работали дознаватели, следовательно. Это был не допрос, но опрос для того, чтобы выяснить, что было. С американцами мы не имеем права так работать. И Сирина сразу же после приземления улетела в Штаты. Мы не допрашиваем, мы не знаем, что там было. То есть до сих пор шито-крыто, никто ничего не знает. В общем, на орбите трое американцев было, немец и двое наших. В это время была просверлена дыра. Это факт. Дальше установить, кто это сделал, я думаю, что мы не сможем. Разве что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь из астронавтов напишет какие-нибудь мемуары. Все, что можно было сделать для того, чтобы определить причины, было сделано. Мало того, в ноябре двумя нашими космонавтами, Олегом Кононенко, который прилетел, был подготовлен, и Сергеем Прокопием был совершен, на мой взгляд, один из самых опасных выходов в открытый космос в истории российской советской космонавтики. Они выходили на внешнюю поверхность корабля. Дело в том, что внешняя поверхность блоков орбитальной станции, она приспособлена для выхода. Там есть специальный поручни. Никто никогда не выходил на поверхность пилотируемого космического корабля. Там нет поручней, там нет специальной системы. Там все гладко. Да. Соскользнешь и прощай. Да. Поэтому была очень сложная операция для того, чтобы они туда подошли и закрепились. Ну, условно говоря, Олег Кононенко взрезал эту обшивку. Они хотели посмотреть, наши инженеры. Может быть, все-таки дырка была проведена с внешней стороны. Поэтому хотели взять пробы. А Сергей Паракопьев, в то время, когда Олег это делал, его приваливал к поверхности корабля своим телом. Фиксировал, потому что нужно упор и фиксацию иметь. Потому что, да, каждый раз, когда Олег острым ножом, кстати, который тоже можно было полоснуть по перчатке, каждый раз, когда он замахивал этим ножом, он, естественно, отталкивался от корабля. Они сделали это. Вот только за это, вот за этот выход, я бы им дал героя, и они получили героя. Вот, поэтому, когда сейчас обвиняют Роскосмос, а скажите нам, кто вот эту дыру просверлил? Я понимаю руководство Роскосмоса, которое молчит, потому что, ну, мы не можем, что мы должны сказать? Давайте вызовем Агату Кристи, миссис Марпел, Эркюля Пуаро, отправим на станцию выяснять, что случилось. Понятно, что один из шестерых. Я бы сказал, один из четырех. Может быть, даже один из трех. Я не думаю, что наши космонавты уверены, что ни Прокопьев, ни Артемьев к этой истории не причастны. Что случилось? Дальше должны разбираться психологи. Александр Борисович, спасибо. Итак, обозреватель комсомольской правды, член Общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент Александр Милкус.